здравствуйте каждое 3 воскресенье июня в россии отмечают день медицинского работника сегодня у нас в гостях азарина танклаева и валентина пухаева здравствуйте добрый день здравствуйте я знаю зарина и валентина что вы работаете в скорой помощи уже несколько лет расскажите о своих историях я знаю что вы зарина работать из самого основания так и есть корпоративная скорая помощь организовала шесть лет назад через знакомых мы услышали что бавария открывать свою частную скорую помощь вот соответственно сдали туда документы и по истечении какого-то времени нас пригласили на собеседование туда вот так мы и попали на баварию и по сей день работаю здесь за и на сколько лет шесть лет восьмого февраля шестнадцатого года мы стали работать за это все время не было желания броситься уйти на другую работу бывало всякое бывало на работе но ничего все стало на свои места работаем трудимся валентина у вас особая история я знаю что вы мечтали попасть давно на эту работу но попали лишь два года тому назад расскажите как это было и как все таки ваша мечта как вы говорите сбылась ну да мечта сбылась неоднократно я пыталась попасть на баварию на станцию скорой помощи писала анкеты но к сожалению меня не брали потому что штат укомплектован и в начале и коронавирусной инфекции в пандемию мне позвонили предложили помочь так как наплыв больного очень большой да и многие сотрудников тоже вышли на больничный лист по состоянию здоровья из-за коронавирусной инфекции да и вот с тех пор меня приняли я работаю с удовольствием я не слышала ни на одном предприятии чтобы была своя корпоративная скорая помощь это большая помощь большой плюс для сотрудников и членов их семьи нас всего две бригады в смену выходит но тем не менее мы справляемся по крайней мере все довольны нами я знаю что вы обслуживаете около восьми тысяч человек это не только сотрудники но члены их семей причем вы работаете на территории всей северной осетии и в районах в том числе вот расскажите какие случаи у вас были самые запоминающиеся в практике рабочей но у меня был вызов где-то год назад на дому строили крышу оттуда упал молодой человек и получил травму достаточно достаточно тяжелую это открытый перелом бедренной кости с кровотечением на месте мы оказали необходимую помощь на до госпитальном этапе привезли соответствующую профильную клинику войска ММЦ города Беслана по приезду в стационар травматологи когда посмотрели снимки уже наглядно поблагодарили нас за то что мы квалифицированно оказали эту помощь расскажите как протекает ваш рабочий день нас в смену выходит две врачебные бригады помимо того что мы выезжаем на экстренные вызова мы также прием ведем на станции скорой помощи амбулаторный прием если больной нуждается в дневном стационаре также они лечение получают у нас на станции сами же назначаем лечение сами же и лечим их вот если же у нас какие-то загвоздки в диагностике есть врач ультразвука она исследует больного оттуда мы уже отталкиваемся и ведем нашего больного если мы не справляемся сами если там экстренный случай то госпитализируем соответственно говорят медицине не случайных людей можно ли так выразиться о вас с детства я только хотела стать врачом у меня были примеры у меня тетя работала правда медсестрой но все-таки я была неоднократно у него на работе мне вот эта атмосфера очень сильно нравилась особенно запах медицинского кабинета ну и вот с тех пор хотя родители меня убеждали тоже поступать в другой вуз но целенаправленная шла к этому только врачом больше ни кем Зарина вы я хотела всегда стать или врачом или полицейским дома меня отговорили конечно от полиции мама всегда говорила нет Зарина только не это ну и соответственно врач у меня старшая сестра тоже врач я всегда на нее смотрела и всегда и завидовала белой завистью я всегда радовалась когда она была в своем белом халате когда мы приезжали за ней в мединститут все студенты стояли в своих на крахмальных колпаках я им правда завидовал думаю какие вы все молодцы что вы здесь учитесь и в итоге я сама тоже попала в мединститут причем я вообще не жалею что я стала врачом в другой профессии я себя не вижу вообще хотя после определенного дежурства тяжелого в больнице мы помимо Баварии еще работаем кто на городской скорой кто в стационарах и к утру уже говорим все это последнее наше дежурство больше мы не выйдем сюда ну по истечении там пару часов приходим сюда да и обратно тянет на работу и обратно тянет на работу да какими качествами должен обладать настоящий профессионал на ваш взгляд ну врач должен быть милосердным это обязательное качество наверное для врача доброта это в первую очередь врач должен быть чутким внимательным ну и знать свою работу конечно знать свою работу да врач скорой помощи отличается от врача стационара мы остаемся с больным один на один и мы в считанные минуты должны сориентироваться и знать дальнейшую нашу тактику ведения больного так что у нас нет возможности ошибаться и теряться я знаю что в вашем коллективе работают только лучше из лучших вот расскажите об атмосфере которая царит у вас у нас на работе великолепная атмосфера мы всегда рады видеть друг друга также рады помогать друг другу у нас нет никаких зависти по отношению к работе или даже по отношению руководителя к определенным до членам нашего коллектива поэтому у нас очень доброжелательная атмосфера на работе у нас хороший сплоченный коллектив ну во главе бориса николаевича конечно как пройдет день медицинского работника у вас на работе как вы его отметите дежурная смена будет трудиться остальные будут праздновать но мы ежегодно собираемся коллективом и отмечаем свой профессиональный праздник в основном за городом а так да и некоторые ресторанов проводят корпоративные вечеринки был ли практике случай когда на вызове вы растерялись у нас нет времени теряться нет времени теряться нет если у нас какие-то загвоздки по больному мы друг другу всегда звоним тут же ориентируемся как нам быть и уже в бой в начале рабочей карьеры любой молодой специалист теряется на своем рабочем месте это и касается врачей касаемо и в стационаре и на скорой не имеет значения это бывает в начале практики рабочий а по истечению времени с опытом мы уже не теряемся мы уже сосредотачиваемся и наши действия уже идут на уровне автоматизма ситуация ли истории которые вы пропустили через себя как врач на одном из моих очередных дежурств к нам поступил вызов на станцию скорой помощи болят ноги ну мы приезжаем на вызов я осматриваю больного ноги там ни при чем были там был острый живот до живота невозможно было дотронуться мы госпитализировали больного в профильный стационар и дежурный хирург посмотрел больного но исключил свою хирургическую патологию почему не знаю мы настаивали на дальнейшем обследование больного само собой с привлечением руководство клиники и дело довели до конца в итоге у больной оказалась перфорация кишечника и начали начался перитонит и и экстренно прооперировали в тот же день благодаря вашему вмешательству вы получается спасли жизнь этому человеку известно как бы сложилась судьба и какой исход был бы я правильно понимаю ну я думаю тогда наверное если бы мы вот оставили больного там и больного отправили домой а чтобы дома произошло это уже наверное печально то что всегда говорят главное это не быть равнодушным особенно будучи человеком в белом халате к людям и все-таки всегда оставаться в любой ситуации человеком и профессионалом в первую очередь конечно особенно это касается врачей медсестер медперсонала в общем какое количество вызовов приходится надо у врача в среднем за дежурство по разному бывает это непредсказуемо бывает и три вызова и семь и десять вызовов но помимо того что мы на экстренные вызова выезжаем мы еще ведем амбулаторный прием и как я выше уже говорил дневной стационар то есть работы нам достаточно бывает хватает мы справляемся все хорошо у нас в совокупности если посчитать амбулаторный прием и наши вызова где-то около десяти вызовов на одну бригаду получается потому что на городской скорой вот мы вызовы делаем как амбулаторный прием мы на такие вызова выезжаем как полноценный вызов а это мы обслуживаем на месте сложно работать не устаете бывает устаем но ничего справляемся справляемся потому что уже привыкли даже как это то что справляемся если любишь свою работу это не сложно это наверное вам не то что во благо наоборот с удовольствием идешь на работу лично у меня так когда больному легче становится от твоих действий от твоей терапии вот это самая наивысшая наверное награда вот от этого мы получаем удовлетворение от того что больному легче стало у тебя на глазах он раздышался у него уже и ничего не болит этим мы и заряжаемся у меня один случай был я отвезла тяжелого больного в больницу и мне всегда бывает интересно чем заканчивается история моего больного я их обзваниваю есть такая привычка и больной когда узнал кто ему звонит он был настолько мне благодарен такие слова благодарности мне сказал что я даже располагалась немаловажным фактором всегда является условия работы расскажите о своих что есть у вас да созданы ли все необходимые условия для полноценной работы да у нас два реанимобиля которые оснащены всей аппаратурой при экстренных каких-то случаях у нас все есть под рукой мы можем квалифицировать оказать помощь вот кардиограф и электрокардиограф и соответственно дефибрилляторы все необходимое у нас в нашей реанимобиль имеется вплоть до наложения шин при различных травмах когда мы доставляем их в стационар у нас все необходимое имеется а еще вдобавок ко всему у нас строится новая станция скорой помощи мы все ее очень ждем это будет вот уже в кратчайшие сроки наша станция в три этажа у нас есть фоординаторская дневной стационар процедурный кабинет кабинеты узких специалистов офтальмологов врача ультразвука лор врач стоматолог стоматолог да так что узких специалистов у нас тоже много ждем и обращаемость тоже будет высока я думаю стационар тоже у нас на несколько койк будет сейчас у нас одна койка может быть один одного человека мы можем обслуживать в нашем кабинете а так там три-четыре койки будут чтобы вы пожелали в день медицинского работника своим коллегам терпением успехов удачи в работе всем нашим коллегам мы желаем в первую очередь здоровья если будет здоровья то будет все успех в работе ну и терпение наверное терпение само собой да без терпения нам никуда я благодарю вас азарина и валентина за то что пришли к нам в студию до новых встреч всего доброго спасибо с высоты более трех тысяч метров где скованный холодом время течет медленно сквозь толщу гор каждое капли воды плау несет частичку первозданной чистоты плау чистота горных вершин